Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию собирательный образ чешской нимфы. Чем-то напоминает бокоплава, чем-то напоминает свободного ручейника, но по-прежнему ловистая приманочка круглый год. Я грузил крючок, граб, шримп. Я сейчас для вязания взял 12 номер. А вообще желательно вязать на 14-16. И теперь, как обычно, я там, где будут крепиться все наши материалы, возьму совсем небольшую щепоточку вот такого блестящего даббинга и сделаю шарик. Принято считать, что самка бокоплава перед откладыванием яиц приобретает в этом месте вот такой желто-оливковый раскрас. Честно скажу, мне такое не попадалось. Закрепили. Теперь в дальнейшем, как обычно, я не нарушаю своих правил, мы будем использовать минимальное количество доступных материалов нам. Я отрезал вот такой кусочек полиэтиленовой пленки из упаковки. Сейчас я переставлю крючок в удобное положение для себя. Из обыкновенной упаковочной пленки. Если у вас есть латекс или какой-либо другой материал, можете использовать. Но я считаю, что наша пленка ничем не хуже. разравниваем. И так же почти до нашей желтой пленочки закрепили. Проверили, как будет ложиться. Достаточно хорошо. В этом месте я так же креплю леску. Но прежде чем закрепить леску, я опять совсем-совсем немножечко добавлю этого же блестящего желтого люрекса. Вернее, даббинга. Чтобы сегментация нашего тела не выглядела несколько некрасиво за счет этого, что леска идет в самом начале. Я всегда здесь приматываю. и закрепим леску, которую будем сегментировать. Прихватим пока по всему телу. И здесь же для придания привлекательности закрепим вот такой кусочек нашего елочного люрекса. закрепили. Теперь самый такой для нас момент. Мы должны выбрать каким цветом мы будем изготавливать. Я обычно всегда стараюсь прибегать к тем цветам, которые используются в природе. Или же наоборот, дабы спровоцировать нашу рыбу на поклевку несколько экзотическими цветами. Поэтому я возьму немножечко вот такого желтого цвета даббинга. Совсем немножко. Расщепил нить. промазал ее немножечко клеем. И теперь будем в эту нить небольшими щепотками вкладывать вот такими небольшими щепотками будем вкладывать наш даббинг. Следим за тем, чтобы не было у нас комочков. вкладывать вкладывать остальногоiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik postedcu! после желтого я возьму меня вот имеется обрезки вот такие зеленого кролика также добавлю сюда пару щепоток зеленого кролика и пока на этом остановимся так как грудку и и точку прицеливания мы будем с вами изготавливать из красного и серого меха сделали наборочку закрыли нашу дабингову расщепленную нить и теперь просто прокручиваем оставшиеся ниточки которые нам не мешают ворсиночки вот вышла вот такая веревочка и теперь так чтобы не нарушить пропорции нашего тела мы начинаем делать обмоточку вот как раз хорошо мы угадали у нас вышло мы дошли аккуратненько до нашей грудки и теперь я хочу вам продемонстрировать несколько другой вариант так как мы здесь у грудки подровняем можно вот так взять подровнять весь наш мех вниз просегментируем блестящим нашим люрексом и здесь в районе грудки закрепим опять уберем наш мех вниз накроем теперь пленочкой в натяжку следим за тем чтобы она у нас никуда не съехала и и здесь же в районе грудки мы ее крепим закрепили сделали завершающий узел и поменяем на более тонкую нитку так Пока у нас находится пленочка в таком положении, давайте мы проведем сразу сегментацию, так как нам катушка с ниткой не мешает хорошо продавить, просегментировать тело, и мы вот так хорошо с натяжкой продавливаем. И доходим с вами до крепления пленки, я теперь беру вот так под пленочку и держу, пока не закреплю свою нить. И на этом месте крепим леску и отрезаем, она нам здесь уже не понадобится. Убрали лишнее. И теперь подворачиваем хорошо нашу пленочку, так чтобы мы зашли за место крепления, где была наша грудка. Теперь здесь мы должны с вами добавить совсем щепоточку светлого меха и красного. Красный мех я буду использовать для придания точки прицеливания. Совсем-совсем немножечко вот так берем светлого меха и добавляем красного. Тоже совсем-совсем немножечко. И на месте формирования нашей грудки мы с вами проматываем хорошо, хорошо выделяя, вот так красным, светлым. Вот так здесь мы с вами остановимся, поставим крючок опять в удобное для нас положение. И оставшуюся часть мы должны сделать серым цветом. Промажем опять нашу нить и возьмем даббинг серого цвета. Сделаем парочку завершающих узелков, чтобы наша нить никуда не убежала. Закрепили ее здесь. То, что у нас все наши ворсиночки эти торчат, это даже очень хорошо. Убираем их все вниз. Слегка я подкрашу фломастером черным, так как у нас спинка должна быть черной. Нашу пленочку. Накрываем нашу грудку. Разравниваем вот так мех. И у нас с вами должна выйти вот такая конструкция. Теперь здесь аккуратно, чтобы у нас пленочка равномерно огибала возле колечка. Следим за тем, чтобы нитка не утаскивала. Она пытается. Вот так. Подтянем. Пару-тройку раз промотали. И теперь здесь нам надо с вами закрепить, так как у ручейника поденочки, парочку усов, которые уже у нас сформировались. Оторвем из охотничьего фазана парочку. Вымеряем длину. И здесь закрепим. Вот так. Пока оставляем, ничего не подравниваем. Не подрезаем. Хорошо промотали. Теперь остатки пера я отрезаю. На место капельку нанесу клея. И нам осталось закрепить глазки. Можно крепить, можно не крепить. Но для меня мушка, если есть возможность, тем более их изготовить, никаких проблем не составляет. Взяли и оплавили кусочек лески. И теперь, перед тем, как перегибать нашу пленочку, я пару-тройку оборотов закреплю наши глазки. Посмотрели, чтобы они у нас были ровненькие. Подправили. И теперь можем спокойненько взять, перегнуть нашу пленочку через глазки. Аккуратно. Вот так. И отрезаем остатки. Аккуратненько, чтобы не срезать наши усы. Удалили. Подровняем теперь наши усы. Вот так. Разведем их слегка в стороночку. Промотаем возле колечка, так как больше мы здесь уже с вами проматывать ничего не будем. Нанесем немножко клея на нить. И заглазками сделаем завершающий узел. Сلام. Я ножничками подвернул наши усы, подрезал мех, который, на мое мнение, сильно выступал, подкрасил слегка спинку коричневым, глазки черным, и вот наш собирательный с вами образ нимфочки готов. Благодарю за внимание, до скорых встреч. Спасибо.